Давайте рассмотрим пример использования файла компонента P-Lock, в котором будет требоваться использование функций, работающих даже при включенном кэше. Рассмотрим следующую задачу. Установим метатег описания на детальном просмотре новости по следующему правилу. Название новости плюс автор новости и плюс часть текста новости. Автор — это свойство привязки к пользователю. Мы воспользуемся этим свойством в Result Modifier и получили имя автора. Нам понадобится имя автора в файле компонента P-Lock. Давайте создадим файл и сделаем дамп массива R-Result. Обновим. Итак, мы видим здесь массив. Сразу заметим, что здесь отсутствует детальное описание и отдельное поле автора. Давайте сделаем дамп в шаблоне. Так, мы видим здесь присутствует detail-текст. и отдельное поле автора с именем автора, которое мы получаем в файле Result Modifier. С чем может быть связано различие в массивах R-Result в файлах template PHP и в файле компонент Epilog? Дело в том, что в файле компонента Epilog мы получаем массив R-Result из кэша. Здесь же, в файле template PHP, мы видим результат — результирующий массив, который получается с работой файла Result Modifier. В данном случае мы видим здесь массив автор. Давайте откроем логику компонента. Существует специальный метод ограничения ключей массива R-Result, которые требуются, которые должны попасть в кэша. В данном случае в метод передается массив с этими ключами, которыми он и ограничивается. Итак, мы здесь видим массив Properties, он присутствует в массиве R-Result в кэше, и также доступен в компоненте Epilog. Мы могли бы проделать ту же самую операцию, что и проделали в Result Modifier, исходя из ID пользователя, привязанного к новости, получить его имя. Но это была бы двойная работа в некоторых случаях, поэтому хорошо бы закэшировать ключ, в котором будет храниться имя, привязанного к новости пользователя. Давайте закэшируем ключ из Result Modifier. Для этого нам нужен объект компонента. Давайте его скопируем в какую-нибудь переменную. Сделаем проверку на наличие привязки пользователя к новости. Сделаем проверку на наличие привязки пользователя к новости. И если привязка есть, то давайте воспользуемся функцией SetResultCacheCase. Будем передавать только один ключ здесь — это ключ автор. Но, как мы знаем, здесь передаются все параметры автора. Нам в компонент эпилогии требуется только имя и, допустим, фамилия. Давайте ограничим этот массив. Давайте будем передавать имя и фамилию. Итак, у нас есть ключ автор, и мы его кэшируем. Давайте проверим, появился ли этот ключ в компонент эпилогии. И сделаем дамп. Так, это дамп из Result. Давайте его сразу берем из темплейта. Итак, мы видим в конце поле автор и нужные нам параметры имя и фамилия пользователя, привязанного к этой новости. Теперь, исходя из задачи, нам нужно передать часть текста. Давайте закэшируем также часть текста с помощью такой же функции SetResultCacheCase. Сделаем это в ResultModifier. Возьмем детальный текст. Создадим какую-нибудь переменную. И, скажем, обрежем его 50 символов. Добавим многоточие в конце. Итак, текст обрезан. Давайте передадим эту переменную в кэш. Закэшируем ее. Воспользуемся тем же методом. Сохраним. И, опять же, проверим, передалась ли переменная в компонент Epilog. Видим, добавилась переменная и часть текста из детального описания. Теперь наша задача сформировать мета-описание и добавить его с помощью специального метода. Итак. Воспользуемся методом SetPageProperty. И здесь будем передавать строку итоговую с суммой того, чего нам нужно. В данном случае это наименование элемента у нас есть в арр-резалте. name, name, плюс через запятую перечислим имя и фамилию автора. Она у нас будет, она у нас лежит в ключе автор. Давайте сделаем Impload через запятую имя и фамилию. И, соответственно, обрезанный текст. И это у нас DetailText50. Давайте для начала посмотрим, какая получилась строка. строка. Итак. Здесь мы видим строку получена прочная водостойкость мнения. Это, соответственно, наименование новости. Далее фамилия, имя автора привязанного к новости и часть текста. Давайте установим эту строку в description, метод tag description с помощью метода setPageProperty. И давайте заранее сделаем условие на наличие арр-резалт автора. То есть если у нас будет привязан автор, то тогда мы будем формировать строку таким образом с автором. Если же нет, то оставим просто наименование элемента. Вот так. Давайте сохраним и посмотрим. Заходим в Firebug и смотрим метод tag с name description. Мы видим здесь и наименование элемента новости, автора и часть текста. В файле resultModifier мы переопределили переменную автора, в которой раньше хранились параметры автора. Сейчас здесь хранится массив с первым элементом именем автора и последним — это фамилия автора. И как мы можем видеть, вследствие этого у нас не выводится автор в шаблоне. Давайте посмотрим, почему. Потому что здесь мы привязываемся к конкретному ключу — это name. В данном случае давайте поставим в шаблоне нулевой ключ, сохраним и проверим. Итак, автор у нас появился. В следующем видео. Давайте посмотрите в